С виду обычная пресс-конференция с участием СМИ и представителей правозащитных организаций не сулила каких-либо громких скандалов. Но диалог сразу перерос в отстаивание позиций. С одной стороны, это те, кто добровольно пришли на помощь птицам, а с другой стороны, Министерство природы, которое также выполняло всю возложенную на них работу. Только вот первые обвиняли природоохранников в слабой работе. Хочу официально вам заявить, значит, в тех материалах, которые распространяют данный корреспондент, имею в виду Горизаду Камалову, а также некоторые представители общественных организаций, эта информация является дезинформацией. По словам Арслана Дыдымова, сразу после того, как в Министерство поступил сигнал о том, что в районе Махачкалинского порта гибнут птицы, было проведено оперативное совещание. В ведомстве решили действовать сразу. С прошлого понедельника работниками, специалистами Минприроды Дагестана организовали подкорбку птиц, и каждый день меняется с утра до вечера, выставляется одна бригада, вечером до утра выставляется вторая бригада, которая проверяет, чтобы не было падежа птиц. Также утром рано и в обед, и вечером осуществляют подкормку этих птиц и осматривают положение. Кудрявый пеликан – птица редкая, а значит, и уход требует за собой особый. Об этом в Министерстве знали и начали подкормку птиц с малых количеств рыбы. Это и привело в негодование организаций, которые обвиняют ведомство в том, что корм птицам привозят в недостаточном количестве. Дело в том, что никто не знает, как этот пеликан кушает мороженую кильку, какие последствия будут после этого. Поэтому был пробный подкорм сделан, посмотрели, что они питаются неплохо. Тут еще не стоит упускать тот момент, что рыба, которую доставляли для кормежки – мороженое. Птицы хоть ее и едят, но это могут сделать не все. Равносильно тому, как если человек проглотит сосульку. Однако и этого хватило, чтобы спасти птиц от голодной смерти. Многие из животных, набравшись сил, даже смогли улететь. Во всяком случае, так говорят специалисты. Я вам скажу, что это те пеликаны, которые фактически не создали себе достаточного запаса энергии и жира для того, чтобы улететь на юг. То есть это те птицы, которые в основном, если ситуация еще ухудшалась бы, они подвержены, они обязательно погибли бы. Всему виной суровая зима. Из всей стаи редких птиц, которых насчитывалось 700, погибло всего около 20 особей. Ситуация не столь критичная, чтобы превращать ее в глобальную катастрофу, говорят в Минприроды. Намного хуже события разворачивались в 2006 году, когда из-за холодной зимы гибли редкие виды пернатов. Сейчас же обстановка, по их словам, полностью под контролем. Кормежка птицы продолжается, однако в Министерстве природы не отказываются от посторонней помощи. На территории судоремонтного завода, где и находится кудрявый пеликан, созданы условия для хранения рыбы. Что же касается самих птиц, то, по словам сотрудников ведомства, они не улетят, пока не оттает лед, сковавший мелководий Каспия. Основное место зимовки этих редких видов птиц. Ариман Балахмедов, Руслан Гаджиев, Марат Ахмедов. Время новостей.